Необходимо, чтобы вообще гражданское общество очень внимательно относилось, как решаются их проблемы. Иначе мы не повернем вот это, вспять, вот это вот отношение, что человек все стерпит. Большая разница работать в интересах граждан или за счет их интересов. Администрация города Абакана была принята решение расширить улицу Кирова под застройку автодороги. Недвижимость, находящаяся на данном участке, подлежала изъятию в целях муниципальных нужд. Законодательство позволяет изымать имущество граждан, но в исключительных случаях. Земельный кодекс, 49-я статья, говорит о том, что это происходит в исключительных случаях, когда иной возможности, то есть не изымая, нет. Но как же мы можем говорить, что иной возможности нет, если мы четко не знаем, где проходит русло дороги, каким образом оно привязано к месту. То есть вот в мае 2009 года были люди уведомлены о том, что они подлежат уже весь их участок. На июль 2011 года еще полностью не выполнена проектная документация. Жильцы домов по улице Кирова неоднократно жаловались во все инстанции, но, как оказалось, ни к чему это не привело. Как могло такое произойти, что законопослушным и порядочным людям ущемляют имущественные права? Ну, мы уже раз такая ситуация, спорить не стали с администрацией города. Раз нужно городу, значит городу отдали. Проходит какое-то время, от соседей узнаем. Оказывается, постановление мэра было преждевременно и незаконно, так как дорога затрагивала буквально 15 метров нашего участка. А когда до нас дошла красная линия, нам можно было вообще отдать только один полисадник и дом не сносить. Берут они у нас по какой-то цене непонятной. Один дом по одной цене, значит землю берут. Другой дом по другой цене берут. Мой вообще за бесценных забирают. Написали Лемину, что почему так? Сказали, все это в норме, у них все так положено. А почему положено? Крайний так, середка так, все дома так. И куда я дальше пойду, я не знаю. Теперь, значит, в 2008 году, 15 мая, я пошла в магазин. Он выходит, я не знаю, прорав он, но товарищ этот меня и сказал. Либо ты заканчиваешь судебную тяжбу с нами, либо мы тебя сожжем. Я, знаете, я написала заявление в суд, что я прекращаю свой иск, отзываю, потому что документы, которые мне надо было, я уже получила. Но 8 июня у нас подожгли сзади. Приехали пожарники, сразу сказали, что подог. Если учесть, что у нас заборы по той стороне, загороженные доски, набиты горизонтально земле, то забор горел у нас с середины. Пусть забирают, сколько под дорогу надо, а дом оставляют на месте. Речь идет о тех домах, которые довольно плотно прилегают к дороге. Но дело в том, что под снос попадают не все участки. Владелец частной собственности вправе сам решать, кому и по какой цене продавать свой участок. Однако жильцам домов, расположенных по улице Кирова, такого выбора не оставили. Я хочу обратиться только к тому застройщику, который сейчас идет именно в сговоре с господином Булакиной. А не ждет ли его сейчас вот это вот преступление, которое он делает перед людьми? И будет такое же наказание, как с господином Симоновым, как с господином Соколовым, как с господином Горшковым. Что сделали они там? Теперь этот участок принадлежит... Может, это господин Булакин оформил на своего подставного лица? Вот ответьте, пожалуйста. Почему здесь нас носят, если мы даже не попадаем под дорогу? Кому это выгодно? Все участки не попадают под снос. Для муниципальных не попадают. Понятно, что в будущем, возможно, там будут строиться по градостроительному плану, возможно, города будут возводиться высокоэтажные дома и так далее. Но это уже другие условия. И человек, обладая собственностью, он сам должен решать, кому ему выгоднее. Понимаете, когда ты заключаешь соглашение об изъятии в связи с муниципальными нуждами, ты подписываешь. Ты лишен права выбора контрагента по договору. То есть ты своей собственностью распоряжаешься вынужденно. Правильно, могут, допустим, купить ту же землю строителей. Да, да, конечно. А почему город на себя берет такую ответственность, что для муниципальных нужд под автодорогу изымает весь земельный участок, потом продавая строителям под предлогом наполнения бюджета? Ну, это незаконно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова